МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите губернские новости. В студии Елена Речкина. Коротко о главных событиях в Воронеже области. Идея спорная, но результаты есть. Впервые с момента окончания реконструкции главной магистрали столицы Черноземья проспект революции стал пешеходным. Меньше, чем на сутки и не полностью, но копии об этот эксперимент было сломано немало. Причем как до его начала, так и в саму субботу. Обсуждения идут до сих пор. Утром желающих прогуляться по проспекту, освобожденному от машины общественного транспорта, было немного, зато во второй половине дня и вечером жизнь забурлила. Чтобы получить обратную связь от горожан, вышли на главную улицу столицы Черноземья и волонтеры. Их задача – провести соцопрос. Что понравилось, что нет. Мнения, как водится, разделились пешеходам. Эксперимент в основном понравился, а вот среди автомобилистов довольными оказались далеко не все. Я вышла на опрос горожан с самого утра. И это мой любимый опрос на самом деле. Мне очень интересно мнение людей по этому поводу. И каждый человек сказал «Вау!». Это очень неожиданно, но при этом приятно ходить просто по улице. При этом я задавала вопрос не просто, как вы относитесь, а как бы вы отнеслись, если бы это проходило каждый выходной, каждую субботу или каждое воскресенье, перекрывали главную улицу Воронежа. Сказали, что круто, классно. Ну, автомобилисты не совсем рады, но если это войдет в порядок нашего города, они привыкнут и будут круто. Напомню, на этот эксперимент власти решились после многочисленных предложений самих общественников и в рамках второго дня работы урбанистического форума «Зодчество ВРН». Он проходил на площадке Воронежского театра «Кукол». Среди спикеров оказались и представители тех городов, в центре которых уже есть пешеходные улицы. Например, Твери. Там их целых две. На Трехсвятской, она же Тверской Арбат, движение транспорта запрещено постоянно. А вот набережную Степана Разина традиционно перекрывают только летом и только по выходным. Сначала это автолюбители, конечно, возмущало. Безусловно, я один из них. Но через некоторое время стало понятно, что это такой терапевтический способ взаимодействия с горожанами. Что мы теряем? Мы теряем возможность комфортно доехать на своей машине до своего кафе. Но если все сделать толково, то жители домов на Цепленной улице не теряют возможности добраться до своих домов. У них это все так придумано. Зато люди могут так же, как и здесь сейчас, вместе ходить по улицам своего города. Это на самом деле очень и очень важный навык, который у современного человека в городах просто утрачен. И мы потихонечку себе возвращаем. Я вообще благодарен за эту идею, за эту инициативу. Это не блог. Больше 50 человек, сотрудников Минприроды Воронежской области, Управа и Левобережного района, Дирекции особо охраняемых природных территорий, волонтеров приняли участие в масштабном субботнике на берегу Воронежского водохранилища. Это часть марафона «Зеленых дел» – всероссийской акции от движения «Экосистема», созданного по поручению президента Владимира Путина. Где убирали и что вывезли, расскажем в нашем репортаже. Мешки, перчатки и палки с заостренными концами – этакие антимусорные пики. Вооружение волонтеров-экологов. В обычной жизни они чиновники, коммунальщики, студенты, представители общественных организаций. Но тут ночные статус никто не смотрит. Работают наравне. Высокая должность – совсем не повод прекращать то, чем занимался всю сознательную жизнь, считает министр природных ресурсов и экологии Наталья Ветер. В субботниках она участвует со школы. Говорит, ни сезона не пропустила. Я прошу граждан уже более 20 лет. Скоро будет 30, как я прошу граждан, не мусорить. Ну, наверное, только на собственных примерах показывать, что, конечно, приятнее приходить в то место, в котором ты не видишь ни обертку от чипсов, ни пустые бутылки от напитков. А на самом деле-то нетрудно за собой это все убрать. И это прибрежная зона микрорайона Песчанка. Волонтеры Центра экологической политики устраивают здесь субботники уже пару десятилетий. Говорят, когда пришли сюда в первый раз, был, что называется, ужас-ужас. Сейчас просто ужас. Так что прогресс налицо. Больше всего, как ни странно, старых покрышек. Когда мы проводили субботники на этой территории, чего мы только здесь не находили. И бамперы от машины, ну вот шины уже упомянули, фильтры различного рода. То есть где-то, скорее всего, неподалеку находится автосервис, который нужно привлечь к ответственности. Один раз даже мы здесь нашли сумку с документами. И через полицию мы нашли владельца, вернули эти документы владельцу. Все наши акции мы проводим с раздельным сбором отходов. Мы собираем отдельно пластик, стекло, ну и смешанный мусор, который потом, собранные отходы, передается на переработку. Мусорить местные стали явно меньше, но без тяжелой техники и поддержки с акватории и теперь не обойтись. Пришлось даже привлечь водолаза. Экипировка солидная. Один кислородный баллон весит 20 килограммов. Но без него дно не почистить. Это в основном покрышки, это вот крупнохабаритный мусор. Видели? Ну, само собой. Стеклотары разные, баклажки, пакеты. Все, что человек любит за собой не убирать. Это же наша природа. Поэтому мы должны, хоть кто, если не мы это сделаем. Всего в импровизированном субботнике поучаствовали больше полусотни человек. За пару часов ударного труда наполнили десятки пакетов. А прибрежная зона за пересечением улиц Волковой и Нововоронежской стала выглядеть так, как и должна. Чистый и радующий глаз. Волонтеры понимают, что когда придут сюда в следующий раз, мусор, скорее всего, вернется. Но если не приходить, будет гораздо хуже. Все меры поддержки пожилых воронежцев и лучшие практики заботы о них в конце года будут включены в региональную составляющую нацпроекта «Семья». Об этом на оперативном совещании в областном правительстве сообщила министр соцзащиты Ольга Сергеева. Она напомнила, что сейчас в разных медучреждениях у нас работают 33 гериатрических кабинета. Плюс особое внимание уделяется диспансеризации жителей сельской глубинки старше 65 лет. Успешно внедряется в регионе система долговременного ухода за ветеранами и инвалидами, на которую из областной казны выделено 235 миллионов рублей. В прошлом году такой услугой воспользовались полторы тысячи человек. Сейчас во всех муниципалитетах открыты школы ухода, где учат обращаться с подопечными с ограниченными возможностями здоровья. Работают также центры дневного пребывания, где с пожилыми занимаются профессиональные психологи и реабилитологи. Обсудили и современные дома-интернаты для престарелых и инвалидов, которых в нашем регионе за последние годы построено уже 10. А вскоре в областном социальном ведомстве появится еще два жилых корпуса квартирного типа. Губернатор Александр Гусев поручил учесть все положительные наработки проекта «Старшее поколение» и внедрить их в новый проект «Семья», приведя в пример инициативу Хохольского центра ухода и социализации. Мы когда были в реабилитационном центре Хохольский, один из проживающих в этом центре с хорошей инициативой выступил. Он говорит, ну что вы все время грузите главу врача всякими там мелкими вопросами. Мы готовы здесь вот самоорганизоваться и какие-то там вопросы решать самостоятельно, ну условно говоря, на неком общественном совете. Давайте подумаем, на самом деле надо людей, которые там проживают, в том числе этими вопросами занимать. Ну и им будет интересно, наверное, и польза от этого будет. Давайте подумаем, как это сделать. Год работы и более 11 тысяч выполненных просьб от участников специальной военной операции и их семей. Это результаты деятельности Воронежского отделения Фонда защитники Отечества. Напомню, он был основан по поручению президента России 1 июня 2023-го. С тех пор под опеку фонда только в Воронежской области попали десятки тысяч человек. Во всей стране намного больше. О первом дне рождения организации Марк Борисов. Ирина Долгих вместе со своими детьми участвует в мастер-классе по росписи пряников. На каждом достопримечательности Воронежа и символика Фонда защитники Отечества. Муж Ирины погиб во время выполнения боевой задачи в зоне СВО. Произошло это почти сразу после того, как семья переехала в Воронеж. Так и получилось, что женщина осталась в незнакомом городе одна с двумя маленькими детьми. На помощь пришел фонд и персональный и социальный координатор. У меня была мечта, так как у меня муж похоронен в Новосибирске, сделать памятное, посадить памятное дерево. Уже к годовщине гибели моего мужа, это была годовщина 20 сентября, 15 сентября, у нас было открытие мемориальной доски с высадкой памятного дерева. Причем в том месте, в ботаническом саду, где мы живем рядышком. Помощь семье Долгих – это лишь один из тысяч примеров работы фонда за первый год его существования. Отметить день рождения решили без особого размаха. Среди приглашенных – представители власти, волонтеры и, конечно, те, для кого и создавался фонд. Ветераны СВО и их семьи. Обычно год проходит, подводят какие-то итоги. Можно сказать, что к нам было 11 тысяч 100 обращений. 11 200 из них решено. 500 мы пытаемся решить с помощью правительства, депутатов, всех тем, кто нам помогает. Впереди еще очень много работы, поэтому самое главное, что у нас в Воронеже подобралась именно команда вовлеченных, заинтересованных, целеустремленных людей. Самое главное для нас, чтобы каждая семья, каждый ребенок не оказался неохваченным. Это очень важно показать семьям. И второе, для нас очень важно, чтобы духовно-патриотическое воспитание, вот те моменты жизненные, которые возникают у этих ребят и семей, они транслировались, чтобы семьи не замыкались, чтобы они рассказывали о тех проблемах, которые есть, и о тех мотивациях, с которыми пошел их глава семьи защищать Родину. За первый год существования фонда удалось сделать самое главное – наладить связь между органами власти, социальными координаторами, волонтерами и самими подопечными. Все это нужно для того, чтобы помочь каждому обратившемуся, причем в кратчайшие сроки. Впереди их ждет уже этап становления организации, и работа тоже предстоит достаточно такая плодотворная, и правительство, и органы власти все готовы включаться, и мы включены в эту работу, и откликаемся в режиме онлайн на любую просьбу. Мы видим только, что нужно двигаться вперед, взаимодействовать, работать, а вот те люди, для кого мы работаем, вот они сегодня здесь, и есть положительный отклик о работе фонда. Одна из недавних инициатив фонда – отправка 50 детей участников СВО в Иркутск. Ребята провели там 10 дней. Причем занят у них был буквально каждый час. О том, что именно делали, рассказывают взахлеб. Едва успех вернуться. Там были конкурсы, мы ездили купаться на Вайкал. Также мы купили много сувениров для своих родственников. Ездили на всякие мероприятия. К нам приезжали из Гурятии, показывали свои традиции. Нам очень понравилось. Научили нас играть на костяшки. Нас разделили на два отряда. Первый отряд – это от 14 до 18 лет, а второй отряд – это от 14. То есть младший и старший. У нас было по 25 человек в отрядах. Я со всеми познакомился. Мне ребята понравились. Они очень разговорчивые и забавные. С каждым днем у фонда появляется все больше работы. Обращения ежедневные. Но это никого не пугает. Сотрудники говорят, будут помогать столько, сколько понадобится. Это долг чести. Не увольнение из-за скандала на ЕГЭ по русскому языку, а почетные проводы на пенсию, причем с возможностью продолжения педагогической деятельности, хотя и в ином статусе. Директор вечерней школы номер 11, ученицы которой пожаловались на излишне строгие меры пропуска на пункт проведения госэкзамена, написала заявление об уходе. В системе образования Лариса Хапрова проработала почти полвека. Была учителем, завучем, а последние 28 лет возглавляла учреждение. На пенсию просилась неоднократно, но не отпускали. Сейчас решение принято. Нужно уделить внимание и собственным внукам, объяснила Лариса Николаевна на встрече с вице-мэром по социальной политике Любовью Кулаковой. В управлении образования решению директора 11-й школы не обрадовались, но отнеслись с пониманием. Провели с Ларисой Николаевной очень деликатный разговор и предложили ей остаться в системе по состоянию здоровья, по возможности. После того, как она сейчас заслуженный отпуск свой проведет так, как она хочет, мы предложили ей вернуться в качестве эксперта, специалиста, который может еще очень быть нам полезен. Лариса Николаевна не отказала, она, я думаю, примет правильное решение. В сентябре мы ее ждем в системе образования в новой уже роли. Это будет, конечно, решение ее, но, наверное, не открою большую тайну, что коллектив очень любит этого директора, поэтому очень будет рад, если она вернется в свою школу. Я с почтением и уважением отношусь к своим педагогическим коллегам, особенно уважаю учащихся, которых мы воспитываем и образуем, и отдаю дань уважения родителям и законным представителям. Я ушла, но мне нужно время отдохнуть, а 1 сентября я думаю, что я выйду и продлю, продолжу свою педагогическую деятельность. В Воронеже подвели итоги традиционного конкурса народного признания «Лучший воспитатель». Этот авторский проект депутата Госдумы Сергея Чижова появился 9 лет назад, а с тех пор количество его участников все растет. В этом году, например, жители региона выдвинули почти три сотни кандидатур любимых воспитателей из 17 районов области. Голосовали за них тысячи коллеги, родители детсадовцев и тех, кто уже пошел в школу. По итогам конкурса сразу несколько призеров оказались работниками 113 детского сада в Шилово. В гости к ним отправился наш корреспондент Никита Селезнев. Когда дети сидят за партами и с интересом слушают тебя, это успех, говорит Ксения Пищугина. В профессии она, можно сказать, с младенчества. Еще ребенком любила играть в школу со своими друзьями, а как подросла, выбрала педагогику. В 113 детском саду Ксения уже два года работает психологом. Поначалу, как и все новенькие, переживала, что малыши не будут слушаться. А в итоге посещение ее кабинета стало одним из самых любимых занятий у детей. Почувствовав в себе силы, Ксения решилась подать заявку на участие в авторском проекте депутата Госдумы Сергея Чижова «Лучший воспитатель». И не прогадала. Заняла второе место. Я знаю об этом конкурсе, знаю, что конкурс проходит не только в номинации «Лучший воспитатель», но и учитель, и доктор проходит. Поэтому, ну, как-то смотрю, уже первый год у нас уже участвовали коллеги, второй год, думаю, ну, в этом году я попробую поучаствовать. Ну, и вот, как оказалось, спасибо моим коллегам, большое спасибо родителям, что вот так голосовали активно за меня. И очень приятно, неожиданно было победить. А вот в семье Александры Павловичевой она не первая, кто связан с педагогикой. Ее мама всю жизнь была воспитателем. Александра признается, следить почти за 30-ю непоседами – работа сложная, но при этом самая чудесная в мире. Призовое место в номинации «Лучший помощник воспитателя» только укрепило эту любовь к профессии. Это было волнительно, трепетно. Каждый голосок для нас прям вверх, вверх, вверх. Ну, самое главное, чтобы детки себя здесь чувствовали как дома. Ну, то есть мы им практически заменяем вторых родителей. Ну, не вторых, а мы для них вторые мамочки. И очень приятно видеть, когда детки заходят утром в группу Ростова с мамочками, ну, или с папой, что они идут сюда с улыбкой и слез практически нет. Бывают маленькие нюансы, но это они отвлекаются на игрушки, мы с ними играем. Замечательные педагоги, очень ответственные, самое главное, любящие свое дело. Пришли все с открытия детского сада. Конечно, они были не работая в данной сфере, были неопытными, а сейчас уже победители. Я считаю, что это благодаря нашему слаженному коллективу. Сергей Викторович Чижов курировал открытие нашего детского сада. При открытии детского сада подарил нам замечательное оборудование от всех родителей, воспитанников. Мы благодарим. Всего же в этом году участие в конкурсе приняли около 280 педагогов дошкольного образования со всей области. Каждому благодарственные письма от депутата Госдумы Сергея Чижова. И самое главное, осознание того, что твоя работа действительно нужна. И тебя по-настоящему ценят. Более 900 участников в 12 стран мира. В Воронеже прошел международный демографический форум, уже третий по счету. Обсуждали, от чего в России в целом и в нашем регионе в частности смертность высока, рождаемость падает. Ответы на самые сложные вопросы искали совместно ученые, социологи, медики, экономисты, школьные учителя, чиновники и представители общественности. Участие в форуме приняли и зарубежные спикеры, в частности из Азербайджана, Китая, Японии. Они одни лично, а кто не смог приехать, присоединились к дискуссии в формате онлайн. Лекции, пленарные заседания и секции разделили на два дня. Часть организовали в Воронежском лесотехническом университете, другую в городском дворце творчества детей и молодежи. К слову, доклады, представленные на этом большом демографическом слете, опубликуют в сборнике. В нем, обещают, будет не только сухая статистика, но и возможные практические решения насущных вопросов. Тем временем в столице Черноземья стартовал 13-й Платонов-фест. Открыли его фестивалем уличных театров. За два дня посетители парка «Алые паруса» увидели 30 представлений от коллективов со всей страны, для которых под мостками становится сам город, а декорации можно сделать на коленке. Красочными костюмами, необычными постановками и атмосферой праздника вдохновилась Кристина Штерн. До старта 13-го Платонов-феста считанные минуты. В парке «Алые паруса» уже праздничная кутерьма. На одной площадке собрались невиданные герои. Неоновое туземное племя, мифические лесные жители, люди с Луны и даже динозавры. Сами по себе динозавры кажутся не тяжелыми, но где-то килограмм, наверное, 20-30 они весят. Поэтому там в них ходить очень жарковато, особенно летом. Хотелось наполнить этот мир такими яркими красками, чтобы все внутри заиграло. Шествие начинается под звуковое сопровождение музыкальных хулиганов из столичного оркестра «Пакава-Ить». По аллее парка шагают на ходулях, парят, кружатся и бегут подтанцовывая 11 театров из Москвы и Петербурга, Воронежа, Ростова-на-Дону, Самары и Альметьевска. Во главе променада – гигантские мексиканно-славянские духи карнавала. Из театра «Странствующие куклы господина Пежо». Когда уличные театры начинают готовиться к представлению, заимствуя друг у друга грим, разговаривая, обнимаясь, это какой-то очень дружественный цыганский табор. И для меня, как для человека, который больше 30 лет работает в этой теме, очень важна вот эта гильдийность. «Сегодня мы открываем Платоновский фестиваль, 13-й, и он приурочен на 125-летие со дня рождения Андрея Платонова. Это и театры, и музыка, и живость, и очень интересная литературная составляющая». Сопровождают разноцветную толпу возгласы самые искренние и восторженные. Буквально одно шествие и уже полное погружение в события, в праздник, в проживание праздника. Праздник не только для зрителей, но и для самих участников. Потому что он, по сути, открывает сезон гастролей. В этом году фестиваль уличных театров получил название «Откровенный человек» по аналогии с произведением Платонова. «Мне кажется, это название созвучно с тем, что происходит с человеком, когда он встречается первый раз с уличным театром. У него не остается никакого шанса откровенно радоваться». «Па-бара-бара-бара-па-па-па-па». «Вот они. Надо сказать, что, конечно, мы называемся фестивалем уличных театров, но формы на наш фестиваль различные. Это и цирк, это и музыка, это и просто яркие зрелищные какие-то формы. Также это променадные спектакли, также это спектакли на точках, также это спектакли каких-то клоунов, клоунские театры. То есть это очень богатая платформа». «Лично я, например, с первого Платоновского слежу за его развитием и историей. И мне кажется, фест развивается. А уличная тема мне особенно дорога и близка. Именно уличные театры, конечно, радуют своей демократичностью, открытостью. То есть ты можешь подойти, потрогать, тактильностью». Одно из первых представлений от Питерского театра «Вокруг». Спектакль «Лунь» рассказывает историю необычных существ, прибывших на Землю с целью вырастить маленькую луну и отправить ее на небо. Для этого они растягивают гигантское полотно. «В этом спектакле зрители становятся непосредственными участниками представления полотно, которое они держат, превращается в своеобразную сцену». Сцена, в свою очередь, становится космическим морем, в котором плавает и маленькая луна, и корабли, и даже акулы. «Персонажи прилетают откуда-то оттуда, соответственно, и начинают знакомиться с людьми, землянами, контактировать, немножко вытаскивать их, заигрывать с ними, шутить и так далее». Инопланетно-морскую тематику продолжила детская театральная студия «Шекспирия» с постановкой «Дивны». Спектакль рассказывает о далеком прошлом, когда Дивногорье было морским дном. Вдохновлялись мы историей и эстетикой Дивногорье. Ведь у нас есть такое замечательное место, которое было когда-то морским дном. И там появлялись, затем высыхали целых четыре моря, и поэтому там отложился вот этот мел. «Фишка спектакля в множественных декорациях, которые были созданы при экстремально небольшом бюджете». Атмосфера в «Алых парусах» удивительная. Кажется, что здесь все друзья. Можно не только сфотографироваться и обняться с любыми персонажами, но даже и пообщаться. «А у вас конфеты есть?» «Нет, к сожалению». «А у меня есть. Держите». «О, спасибочки». А театр «Легкие крылья» из Альметьевска привез целый Восточный экспресс. Ожидающих его прибытия пассажиров можно сразу вычислить в толпе. Это кинематографичная и яркая история о том, как поездка на паровозе превращается в захватывающую погоню за похитителем драгоценностей, в которую вплетаются зажигательные танцы и акробатические трюки. «Здесь перемешана и колонада, здесь перемешана и большая буфонада, здесь очень интересные режиссерские моменты, хореография. Все это между собой сплитается в сложный и сочиненный спектакль». За два дня фестиваль уличных театров посетили более 27 тысяч человек. И это только старт Платонов-феста. Гостей и жителей столицы Черноземья ждут незабываемые встречи с 20 коллективами из 8 стран мира. Увлекательное театральное путешествие длиной в целый месяц только начинается. И пока это вся основная информация, оперативные новости есть на нашем интернет-канале ТВ «Губерния». Будьте в курсе событий, я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Продолжение следует...